Вопросы о субъекте 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 Представляет собой некий род, да, и к этому роду восходит как бы вот идея, как бы как некий род, и к этому роду восходят вот виды. Это вот единство, понятие, единое в смысле единство, да, в смысле понятия одного. И третье понимание, а это когда мы говорим, ну, потому что поскольку мы сейчас пытаемся анализировать античную философию, да, то мы говорим о единстве в смысле бытия. Единое, ну, может быть, в пространственном смысле. Дело в том, что то единое, которое, то одно, да, или которое одно равно бытие у парменида, оно на самом деле является пространственным чем-то, да, вот как бы вот пространство, оно представляется бы вот некий монолит одного, да, вот то, что называется, бытие у парменида, оно может только мыслиться, да, оно, собственно, как бы мыслилось уже о аноксимандром, но тем не менее, как бы вот это единое, как в пространственном смысле, как вот монолит мира, как мир, как одно, мир, как одно. Это важно для античной философии, ну, собственно, как бы не важно для нас, да, поскольку для нас, собственно, важны первые два понимания, одно как математическое одно и понятие одного. Поэтому мы пока вот это вот единое в пространственном смысле оставляем и будем рассматривать вот эти два смысла. Эти два смысла в трактате Платона парменида, они не различаются, они как-то слиты в одно, и благодаря этому возникают вот те коллизии, которые там обнаруживаются. Почему? Потому что когда Платон начинает рассуждать в своем диалоге о понятии единственной множества самих по себе, да, вот как ставится проблема? Проблема ставит Сократ, а он говорит о том, что неудивительно, что, как бы, неудивительно, что многие вещи, да, сводятся к чему-то единому, да, поскольку идея единого, как бы, объединяет эти многие вещи, да, в смысле понятия, да. То есть идея-то как раз вот здесь находится. Точно так же, как неудивительно, что нечто становится многим, поскольку оно приобщается к идее множества. Интересный вопрос с точки зрения Сократа, как его равно само единство как таковое соотносится с самим множеством как таковым, да, и как вот сами идеи соотносятся. Собственно, вот это весь пафос пармени, да, чтобы рассмотреть, как его образом сами идеи соотносятся. Вот когда мы говорим о самих идеях, как они соотносятся, собственно, вот и возникает вот эта вот путаница, да, вот возникает вот это склеивание двух смыслов. Потому что когда идеи берутся как некие объекты, которые рассматриваются, то именно мы бы на самом деле, когда бы подходили к этому вопросу, мы бы все-таки различили понятия. Мы не рассматриваем понятия наподобие вещей, как будто бы понятия можно рассматривать под принципом математичности, считать одно другое понятие. Нам не приходит в голову на самом деле единое рассматривать под математическим числом. А тем не менее, то рассуждение, которое приводено к применению, там оно единое рассматривается как некое численное одно. То есть там рассматривается единое как одно, и потом говорится, что если допустить, что оно имеет части, то получится, что оно не одно, а его много. В каком смысле? То есть получается, что как будет возникать другое одно, это уже два, а значит возражение, возражение гипотезы о том, что допустим единое имеет части. Ну и все гипотезы, которые там рассматриваются, отождество и прочее, все они сводятся к тому, что единое рассматривается под единством числа. То есть рассматривается под как будто бы понятие представляет собой нечто подобное вещи, и его можно рассматривать, подводить под понятие единства. То есть на самом деле, фактически здесь и получается, что возникает вот некая автореференция или рекурсия, когда получается, что в понятии единого у нас возникает вот такое движение, когда само понятие, вот понятие, я имею в виду уже не единицу, как математическое одно, а понятие одно, но как некий смысл, смысл, под которым можно подвести многие вещи. Он одновременно, оно одновременно подводит само себя под себя, да, то есть оно как будто рефлексирует, если так можно высказаться, но на самом деле просто находится в состоянии рекурсии. То есть оно берет вот это понятие одно, рассматривает, подводит под свою идею саму себя. То есть оно одновременно является как бы и идеей, и вещей. То есть у нас раньше, когда мы говорили о понятии, у нас различалось, вот у нас было понятие, да, идея, и под идею подводились многие вещи. Вещь, вещь один, вещь два и прочее, да, подводились под него, и в этом смысле понятие представляло собой вот некую общность, да. А теперь получается, что среди прочих вещей, как бы, вот вещи все как бы элиминированы, а понятие, само понятие подводит себя под себя. То есть оно ставится в ряд вещей, как бы, да, потому что уже вещей как бы нет, и мы находимся в области мышления, и мы берем это понятие, понятие или идею единства, идею единого, да, идею единого, понятие одного, и подводим под само же понятие. То есть мы рассматриваем, ставим его на позицию вещи и подводим под понятие. То есть под понятие одного или единого рассматривается одновременно и как то, что подводится под понятие, и как само понятие, под которое подводится. То есть оно одновременно, как бы, вот в этом соотношении стоит и на стороне вещи, и на стороне понятия. То есть оно находится вот в этой рекурсии, как я говорил. Рекурсия. То, что потом... У Декарта потом будет аналогичное явление, связанное с рефлексией. То есть тут рекурсия, я просто взял слово рекурсия для того, чтобы отличать его от рефлексии. То есть у Декарта такая рекурсия будет связана с я, с понятием я. И понятие я одновременно будет... Там будет другая интересная особенность. Там понятие я будет одновременно и объектом, и субъектом. Она будет объектом с точки зрения того, что оно взято в опыте, на него как бы обращено внимание. Она является как бы объектом. То есть я, который подлежит рассмотрению, является как бы реальным объектом. А с другой стороны, это я представляется быть тот самый субъект, который направил на себя внимание. То есть получится, что я раскалывается по линии субъекта и объекта. То есть вот та самая же рекурсия. Здесь ведь точно так же я является активным началом. То есть как бы... Единым нельзя сказать, что он у нас субъект. Ну, если мы... Ту аналогию, которую в начале изложения привел, что вот то, что стоит на вершине неоплатонической пирамиды, да, на самом деле это и есть нечто иное субъект. Точно так же здесь, как бы вот, когда мы будем говорить, когда мы говорим о я, то я одновременно является и объектом, и субъектом. Точно и замыкается в точно такую же рекурсию. Давайте покажем это. Связанность философии Декарта. Как у нас происходит? Ну, для того, чтобы понять философию Декарта, надо как бы опять вот нашу субъект-объектное различие, постоянно которое мы наблюдаем, произвести. Вот Декарт говорит о рефлексе. Как она возникает? Собственно, получается, что субъект... Давайте будем говорить о я. Тогда получается, что я, как субъект, да, я-субъект, направляет свои усилия на я, который является в данном случае субъектом, как это называется я-объектом. Но при этом схватывании она рассматривает вот этот я-объект как равный я-субъекту. То есть, иначе говоря, смысл рефлексии состоит в том, что я-субъект равно я-объект. То, что можно было бы нарисовать вот в таком движении, да. Вот наше я, оно как бы пытается само себя схватить, да. Это называется тоже рекурсия, только принято называть это рефлексией. Когда мы говорили о едино, нам получалось, что тоже само единое подводит саму себя под саму себя, да, под свое понятие. То есть, оно рассматривает себя как некую единицу, которая подводит под саму себя. Тут также, как бы, субъект, он может схватить только объект. Субъект на самом деле видит только объекты, и доступны ему объекты. И он, как бы, и среди прочих объектов находит я, да. Я для него является точно так же объектом. И вот он, как бы, говорит о том, что тот объект, который он схватил, объект я, есть на самом деле ничто иное, как субъект. То есть, вот возникает, опять же, такая картина. Где возникают такие рекурсии? Где еще они возникают? Вот, опять же, теперь, если мы отойдем от Декарта, сначала мы просто проследим весь опыт, а потом я просто попытаюсь концептуализировать, что здесь вообще, как говоря, происходит. Третий такой опыт, да, это опыт, связанный с бытием. Ну, прежде всего, здесь приходит в голову онтологическое доказательство. Онтологическое доказательство бытия Бога. В чем оно состоит? Ну, вообще, так говоря, на самом деле, везде приводится доказательство странное, антологическое. Я даже не знаю, почему. Наверное, просто в силу некой традиции укоренившейся, да, там, которая ведет свое основание Ансельма Кентердерийского. Ну, вообще говоря, доказывается так, что вот Бог совершенства, что если, это первая посылка, если он не имеет определения реальности, да, или бытия, ну, бытия, давайте говорить бытия, то это, как бы, является чем-то, какой-то недостащей, да, как бы, он не будет совершенным. Да, если он не имеет, то он несовершенен. А значит, он имеет. Бытие, да. На это, как бы, Кант это отвечает, что вот, что Кант отвечает, что бытие не является реальным предикатом. Реальным предикатом. И, собственно, как бы, тем самым антологическим доказательством отбрасывается, и все, и так. И кажется, что из этого выхода никакого нет, а на самом деле, антологическое доказательство просто не в этом состоит. Я вообще даже не знаю, почему оно именно так строится, потому что, можно было бы так сказать, он не является совершенцем. Давайте здесь другое слово возьмем. Полнота. Бог является полнотой. Если он не имеет бытия, то он не полон, да. Ну и прочее. Как бы, вообще говоря, здесь доказательство ведется от некоторого недостатка, да. Вот Бог является вот некоторым достатком, да. Как бы, является всем. Ну, достаток или все. Если у него что-то отсутствует, да, вот какая-то дырка есть, а под этой дыркой это как бы бытие, это один из предикатов. Если вот дырка есть такая, то он вроде как, значит, не является достатком. То есть вот это доказательство как бы от недостатка, оно какое-то бестолковое, и на самом деле не имеет отношения, как я понимаю, к антологическому доказательству. А в чем состоит антологическая доказательство, если мы как бы понимаем, в чем состоит рекурсия? А в чем на самом деле состоит доказательство, антологическое доказательство бытия Божьего? А в простом утверждении, что бытие есть. Ну, вот то утверждение, которое сделано Параменидом. Бытие есть, а не бытие нет. Особенно вторая часть нам не интересна, нам важна первая часть, да. Потому что Бог равно бытие, собственно как бы вообще это стандартная теологическая формула, а поскольку бытие, бытие всегда есть. Здесь не требуется никакого рассуждения о совершенстве, там, это все просто лишнее. Достаточно это, достаточно обсуждать вопросы вот на этом уровне. И вот мы тут подходим о том, что такое за высказывание вот это вот бытие есть. Здесь опять возникает наша замечательная рекурсия. ведь бытие поднимается, опять же, имеет два смысла. Бытие как понятие существования, да. Можно говорить, что это понятие, можно говорить, что это слово, можно сказать, что это теремин, это не важно. Слово, теремин, понятие, слово, теремин, это не важно. и собственно само существование. То есть бытие вот как реальное существование. Ну как, собственно, как существование, как таковое. Как существование. И получается, когда мы говорим, что бытие есть, мы о чем говорим? Мы говорим, мы высказываем некое понятие, понятие, бытие, да. Оно циркулирует, либо просто в логике циркулирует как понятие, либо в языке циркулирует как слово, да. И мы, удерживая это бытие, высказываем о том, что оно есть уже в смысле существования. Опять, та же самая наша рекурсия. То есть это понятие бытия, оно вот рекурсивно. Оно в таком высказании, что бытие есть, оно рекурсивно. Собственно, это и есть настоящее антологическое доказательство. И это доказательство, оно, собственно, существует именно у Парменида. Когда он говорит, что бытие есть, он высказывает ведь очень странную вещь. Фактически, если бы не было бы рекурсии, то смысл бытия есть, высказание состоял бы в том, что есть-есть. Просто, что просто есть. Нельзя было бы разделить есть на два. Откуда сделать это деление на два. Почему бытие есть? Это же ведь высказывание, в котором есть подлежащее, вот есть подлежащее и есть сказуемое. И они различны. То есть подлежащее взято как нечто одно, а сказуемое как нечто другое. И когда сказуемое высказывает нечто подлежащее, оно как бы разное. И в рекурсе точно так и появляется. Сначала мы берем существование, сначала мы его делим по линии различения понятия и собственно того, что называется существованием, и тем самым, разделив их потом, мы их потом обратно сводим уже в высказывании, что бытие есть. Вот у нас теперь образовалось три рекурсивных выражения, то есть три рекурсивных понятия. Понятия единого, неоплатонизма понятия субъекта, философии, субъектной философии, ну и понятия бытия, просто понятия бытия в теологии, потому что, собственно, как бы вот это и это бытие, о котором меч идет, оно будет важно просто прежде всего в теологии. Надо попытаться понять общую структуру этого всякого рекурсивного понятия, для того чтобы вообще как бы продвинуться в этом вопросе. Потому что ведь это касается как раз сущности нашего исследования вообще. Для того чтобы объяснить, как возможна рекурсия, для того чтобы понять, как как она осуществляется, необходимо вот вернуться немножко назад и посмотреть, что представляет собой объект, объект мира. Мы говорили о том, что в мире любой объект как будто расслаивается по линии различения способностей. Каждая способность соответствует свой предмет. Для того чтобы это понять, надо просто посмотреть другие доклады. Мы говорили о том, что вот на переднем плане это воспринимаемое, а задний план это вот мысленное. То есть В это воспринимаемое, чувственно воспринимаемое, а М это мысленное. И вот у нас любой феномен, любой объект мира, сущий, он разбивался по такой линии. Но в свое время мы также говорили о том, что и язык, собственно, да, он имеет также двухслойную структуру, а именно структуру знака, да. Вот он с одной стороны имеет некий значок, да, символ, символы, ну или просто текст, да, текст. А с другой стороны вот он имеет как бы задний план, план значения и смысла. Если присмотреться, то как бы вот эти две структуры, структура языка и структура мира, они подобны, да. Вот. Как бы и тот и другой план, можно вот некую общую схему нарисовать, как она рассматривается. Все у нас как бы разбивается вот на такую двухслойную структуру, и на переднем плане в обобщенном смысле вот есть нечто воспринимаемое, да, а на заднем плане в обобщенном смысле есть нечто мысленное. Это вот просто обобщение того, что представляет собой отношение субъекта и объекта, да, и почему как бы весь мир разбивается по линии разбиения способностей субъекта, да. И вот если мы теперь различия мира и языка рассмотрим ближе, то вот возникнут вот некоторые трудности, да, некоторое двоение мышления, оно уже здесь представлено, да, которое вот и связано с возникновением рекурсии. Что такое рекурсия по своей сути? Рекурсия по своей сути – это не что иное, как нарушение логики, да, подмена понятия. То есть у нас возникает вот зацикленность, да, вот в таком графе, у нас возникает только потому на самом деле, что мы сначала понятие понимаем в одном смысле, да, а потом в другом. То есть мы как бы, если мы понимали понятие всегда под одним смыслом, то у нас просто было бы движение, как это движение осуществляется в способности, да, вот что такое способность мышления, да, вот это субъект направлен на объект, да, и мышление – это просто вот есть некая способность, интеринтенциональная способность мышления направлено на мысли к мысли, да, мышление как активность, то есть акты мышления направлены на мысли, как в том смысле, что мысли представляют собой вот некоторые объекты. вот, то есть это вот, оно всегда интенсионально и всегда направлено в одну сторону, оно не зацикливается. Как возможно зацикливание мышления? Только в том случае, если на самом деле, если мышление как бы возьмет себя как объект, да, ну то есть вот если вот возникнет наша вот эта, наша рефлексия, то, что называют рефлексией. Рефлексия, возможно, только в том случае, если мышление возьмет само себя как мышление, как в качестве объекта. То есть если объектами будут не нечто как бы другое, да, то есть мышление направлено на некоторые объекты, ну вот, на самом деле же некие смыслы, значения, смыслы, значения, оно как способность, оно вычереповывает эти смыслы и значения, да, то есть оно, а это есть некий способ доступа к этим смыслам и значениям. А вот если мышление берется безотносительно этих смыслов и значений, если оно рассматривается само по себе, как некий-то смысл, да, если мышление как некая способность подменяется и становится сама объектом самого себя, то возникает то, что называется рефлексия, но на самом деле возникает вот та проблематика, которая вот связана с этим, с рекурсией. То есть, когда мы говорим о субъекте, возникает рефлексия, а когда мы говорим о понятии, вот возникает как бы подмена понятий. Ну давайте как бы это рассмотрим в схеме вот этого различения двух слоев, да, как это возникает, как вообще возникает такая подмена понятий. Поскольку язык все-таки и мир мы различаем, да, мир нам дан воспринимающие способности, а язык нам дан другой способности, способности либо говорения, либо письма. В любом случае, как бы, эти две сферы, они только подобны, но они различны, да, то вот у нас в языке есть, скажем, некий символ, да, символы, слова, фонемы, символы, слова, фонемы, 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 фонемы в речи, да. И когда мы эти символы фонемы используем, зачем вообще нам нужен язык? Мы же не можем непосредственно там объекты, можно двигать объекты, да, можно передвигать стул, а можно говорить о стуле, да, можно стул использовать как слово, и мы оперируем всегда не самими объектами, да, в этом состоит наша свобода. Мы оперируем некими заменителями самих объектов, да, вот, допустим, либо символами, изображениями, да, ну, либо вот наиболее удобно для нас это словами, да, либо в речи, либо на письме, в любом случае, вот, некими заменителями, некоторыми знаками. Как бы, и эти знаки у нас циркулируют таким способом, что они на самом деле дают нам смысл того, как мы оперируем самими вещами, да. обозначим вот этот вот, некий, этот символ В2, да, но тем не менее это В2, а ведь оно соотносится с этим вот первоначальным восприятием, то есть, ведь когда мы говорим о символе, да, или там о слове, или фонеме, мы говорим о чем-то, что реально существует, да, в мире. То есть, то, что чувственно воспринимаемо. Вот это вот чувственно воспринимаемое. Воспринимаемое, а это слово, которое его обозначает. обозначает только чувственно воспринимаемое. Ну, это соотношение как бы в логике известно, тут ничего такого особенного-то нет, да, что как бы определенного рода термин, он как бы фиксирует, вообще говоря, некую вещь там, или некоторую реальность, да, в самом чувственно воспринимаемом мире. Но проблема-то в чем состоит? Что вот это слово, оно имеет смысл у нас в языке. И этот смысл М2 совершенно не обязательно точно такой же, как и тот смысл, который существует в самом мире. И дело здесь не в том, что на самом деле в самом мире какой-то там особый смысл, а мы здесь почему-то запутываемся, а дело состоит в том, что мы, поскольку это и М1, и М2 мышление, то есть М1 не равно М2, но М1 и М2 это и то, и другое, это мышление. Вот эта вот сфера мышления, они видят на самом деле как сообщающиеся сосуды, да, они друг другу сообщаются. И поэтому вот наше различение смысла, например, смысла единого, что она единая, вот давайте теперь просто для того, чтобы пояснить картину, надо перейти на пример все-таки. Вот, например, наше единое, да, у него есть два смысла. М1 смысл это как одно, да, одно в смысле количества. Это математический смысл. Да, и М2, М2, это понятие одного. Одного, в смысле единства. Иначе говоря, разница смыслов может распределяться между вот этими двумя смыслами. Для того, чтобы быть последовательным и в логике непротиворечивым, вообще говоря, правило должно быть таким, что М1 должно быть равно М2. Да, и вот это и означало бы, на самом деле, что мы соблюдаем правила логики. То есть, М1 должно равняться М2. Но в реальном рассуждении, да, когда мы рассуждаем, мы можем как бы ошибиться, да, и на самом деле вот эти два смысла распределить между вот этими возможностями. То есть, мы можем их различить. Различить, на самом деле, не обязательно специально, да, просто так получится, что мы их просто не увидим. Да, мы не увидим, на самом деле, что мы два смысла не различили и распределили их вот таким образом. Что будет означать, если мы, М1 и М2, у нас не будут соответствовать друг другу? Ведь почему они должны соответствовать? Потому что язык должен выражать смысл самого мира. Что означает, что М1 и М2 равны? Это означает, что смысл самого мира, да, как он описывается нами в объекте, да, как он описывается, должен описываться нами в словах, он должен соответствовать тому, что мы говорим. Да, вот я говорю об объекте, это вот я высказываю какие-то слова, которые являются вот в данной картинке B2. Смысл моих слов является М2. И этот М2, тот, кому я адресую свой смысл, должен понять под ним, что вот он соответствует тому, что я имею в виду. То есть, а я имею в виду М1, да, потому что я же говорю о мире, то есть, я вот вижу нечто в мире, там, допустим. Мы сейчас ведем речь об античной философии, они как раз пытались высказать нечто, что является в мире, да, что дано в опыте, чувственно, воспринимаю. Да, и если и мое говорение о мире, да, мой смысл тех слов, которых я, тот смысл, который я собираюсь высказать, он должен соответствовать смыслу самого мира, да, то есть тому смыслу, который существует в самих вещах. Да, но это, собственно, и есть задача любой науки, да, задача любой науки состоит в том, чтобы исследовать тот смысл, который я сама умею, да, а не придумывать, не считая себя. И вот теперь эта ошибка возникает, когда мы эти два смысла различаем, да, вот когда вот этот мост нарушается, да, и тогда возникает следующего рода коллизия. Да, коллизия, которая вот возникает, которая кончается рекурсией. Коллизия, она возникает в силу того, что давайте этот рисунок еще раз начертим для того, чтобы обозначить коллизию. Вот давайте, если мы сейчас говорим, давайте в качестве все-таки будем в примерах говорить, потому что это понятнее, единое. Посмотрим вопрос единого. В языке, да, у нас есть слово единое. Это слово мы удержали, да, фиксировали. У этого слова есть смысл. Неважно, какой сюда смысл поставить. Ну, допустим, давайте сюда поставим математическое слово. Что единое, это значит, что оно одно. Да? Это математическое. То есть одно, это математическое. Математическое, количественное одно. Одно. Но на самом деле, ведь речь, ведь когда мы говорим об этом одном, мы ведь имеем в виду о некой идее, да, единство. Вот есть мир, да, там, мир. И у этого, этот мир представляется бы вот некое единство, да, где единство, это как бы единое, но с точки зрения уже понятия единого. Здесь уже понятие. Ведь фактически так вопросы ставятся, примените, да, как бы в вопросе говорится о том, на самом деле, как бы вот давайте рассмотрим это единство само по себе. Вот как рассмотреть это единство само по себе? Вот берем слово единое и пытаемся с ним оперировать. Но на самом деле получается, что вот у этого слова единое получается два смысла. Один смысл. Это тот, который вот непосредственно связан с миром, да, он вот там. Потому что оперируя словом единое, мы имеем в виду весь мир. Да, мы имеем в виду, точнее, мы имеем в виду тот единство, которое является единством идей, да. Единством, которого, вот разговор о единстве возник, как соотношение идей и вещей. Тут как бы вот возникает идея, да, вот идея, да, а здесь вещи. И вот соотношение идей и вещей, то есть соотношение понятий и вещей, да, вот в этом весь смысл разговора состоял. Так вот, когда мы говорим о едином, то мы держим в голове вот именно вот это единство, в смысле идеи, да, в смысле понятия единое. То есть единство мира, единство мира. А когда мы берем это единое, независимо от мира, да, когда мы берем его как нечто самодостаточное, ну просто как само по себе, когда мы берем. Мы берем это единое уже как вот эту идею, как одно. То есть возникает вот такая вот двойственность. Ну фактически это просто нарушение простого логического правила, называется там подмена понятия, да. То есть мы на самом деле мысли вот это единство, да, которое берется под смыслом единства, то есть мысли идеи единства. А на самом деле, когда начинаем оперировать этим словом единое, ну как вот в диалоге применение, Платон совершает это логические рассуждения, то имеем в виду под единым вот эту вот единицу, да, то есть как бы некое количественное одно. Вот и вся проблема. И возникает вот именно та рекурсия. Но он, естественно, это одно подводит опять же, как возникает рекурсия. Потому что если мы под этим единым, когда обсуждаем его само по себе, да, вот само по себе, как само по себе мы его рассматриваем как некую единицу и подводим под это же единство под это же единство и возникает вот это закругленное мы имеем ввиду единство и подводим его под единство вот она и возникла рекурсия вот возникла рекурсия наша фактически это просто нарушение закона логики а именно подмена понятия ну давайте давайте попробуем то же самое рассмотреть на примере бытия вот рассмотрим так бытие как здесь получается опять получается у нас картинка делится на два да вот у нас есть слово бытие бытие это слово у этого слова у этого слова есть смысл какой существование да дальше у нас есть собственно мир наш то есть это мы вот этот мир да в этом в этом мире как бы бытие выступает как то что мыслицы да то есть некий аспект мира то есть бытие аспект мира в смысле существования то есть это смысле реального существования вот здесь вот бытие но здесь имеется ввиду реальное существование в первый раз каждый отдельное сущие вот мир состоит из сущих да сущие мир состоит из сущих каждый день сущие существует и вот это вот некие реальное понимание что такое быть да это реальное понимание быть это быть сущим И тогда, когда мы обсуждаем вопрос Просто бытие берем само по себе Когда мы Само по себе То есть, когда мы берем его в выражении Бытие Бытие есть Тут вот бытие взято само по себе То есть, оно как бы гипостазировано То есть, это не просто же слово Если здесь определение слова бытие То тогда в этом вообще ничего нет Бытие есть бытие, и это просто масло масляно А ведь здесь высказан некий смысл Какой здесь высказан смысл? Высказан смысл то, что бытие есть А дальше говорится, а что небытия-то нет Небытия нет И причем на этой Содержательной фразе Вообще построена Вся антология Парменида Потому что это же не определение бытия Если определение слова бытия Есть существование Фактически речь идет об определении Что такое бытие? Это определение Ему смысл состоит в существовании Тогда вообще, если бы это было определение То мы на этом не могли бы построить никакую философию Но это не определение Это существенное содержательное высказание Почему? Потому что бытие понимается как вот это бытие Как бытие, которое относится к сущим То есть, оно понимается так То есть, фактически должно было бы разговорить И в определении бытия Что бытие определяется как существование Что и бытие нельзя гипостазировать Как слово А фактически речь идет о том Что есть некое какое-то бытие, которое существует То есть, среди как бы сущих Есть также некое сущие, которое существует Но если смысл слова бытие есть Как это можно понять? Понять тем способом Что есть такое сущие, называемое бытие И оно типа есть То есть, иначе говоря Здесь рекурсия состоит в том Что определение слова бытие Как существование То есть, существование Ведь здесь понятие Есть некое понимание того Что такое есть существование Переводит бытие в разряд реального существования В разряд того Как мы понимаем Восприятие В чем состоит реальное существование Опять же И это Иначе говоря Получается, что существование Как понятие Солидаризируется с существованием Есть одно и то же Зацикливается с существованием Которое является реальным существованием Опять возникает вот эта наша рекурсия Где бытие Гипостазируется И становится Сразу чем-то существующим То есть, оно одновременно является И сущим Как бы, да И В смысле того Что существует только сущие Он является и сущим И понятием о существовании Это второе понимание Но самое для нас важное И мне кажется наиболее понятное Это будет Связанное с субъектом Объектным различием Когда зацикливается я Вот когда мы говорим о том Что в рассуждении Декарта Ведь там В рассуждении Декарта Субъект объектным различием У нас получается, что Я как бы схватывает Само себя Да И вот возникает Самосознание То есть, такая рефлексия Как самосознание И якобы утверждается Что вот в этой рефлексии Субъект схватывает себя Кто такой Ну вот субъект это и есть я Ну просто мы в терминах Декарта Чтобы попроще было Субъект есть я И он схватывает себя В самосознании В чем здесь состоит проблема Я субъект объектное различие Специально выписал Для того, чтобы вот эту вот Вот эту картинку самосознания То есть, такой рефлексии Как самосознание Описать Различить У нас получается, что Я субъект Направлен на Субъект может быть направлен Только на объект На Я объект А потом утверждается Что Я субъект И объект это одно и то же Как это возможно? Это возможно в том смысле Теперь рисуем картинку Вот в нашем Давайте Давайте это нарисуем В нашей картинке Да, вот у есть Я Это слово Да И оно как бы Имеет смысл Причем Нельзя здесь рисовать смысл Что он является субъектом Потому что это Я Есть некоторый объект И поэтому изначально Как циркулирующий Как объект У него смысл Является как некоторый объект Есть такой объект Куда она может Направить свои усилия Куда Я На что Я может обратить внимание Если Я обращает внимание На что тут она обращает внимание Именно на объект Да И есть как бы Вот это Я это слово А это смысл Да Смысл Что? Смысл того Что он есть некоторый объект Некоторый возможный Возможный объект Да То есть Иначе говоря Это означает просто Что мы на это Я Можем направить наше внимание И с другой стороны Есть опыт Да Вот некий опыт Я Опыт Этот опыт Если говорить Как бы Мы много раз его Обсуждали Это опыт внутреннего сознания Времени Опыт внутреннего проживания Бытия Опыт внутреннего проживания Самого себя Там Проживания времени И так далее То есть у него там много Есть наименований Но суть состоит в том Что есть некий внутренний опыт Проживания Да Внутренний опыт проживания Есть опыт Я Я говорил Я опыт Или опыт Я И у этого опыта Как раз есть Смысл того что он субъект то есть мы ощущаем этот опыт как ощущение самих себя мы мы как бы ощущаем его как субъекта смысл этого опыта состоит в том что за эти что у этого опыта есть субъект и получается что когда мы говорим я и на самом деле когда мы обращаем внимание такой объект как я то на самом деле у нас возникает ничто иное как это постоянное говорение об объекте да то есть говоря я я на самом деле говорю в объекте по факту по факту то есть по факту обсуждая а я я рассматриваю это я как мой объект то есть я направлена на я да и вот здесь я как субъект да я как объект от когда я обсуждаю слово я я на самом деле не что иное как обсуждаю я как объект но смысл который на самом деле я вкладываю это я есть смысл который вот является смыслом субъекта то есть на самом деле говоря постоянно оперирую объектом я воздаю ему смысл самой реальности до смысл субъект то есть получается что суд это я как объект я как субъект пусть одно и то же потому что я фактически по факту оперирую объектом неким объектом которые назвали фактически это по факту а с понимая его как субъект то есть иначе получается что я субъект равняется я объект а в нашей картинке это и означает что возникает вот это вот зацикленность рекуренции я который как бы является собственным объектом то как бы направила усилия на самого себя да вот это я по идее по идее здесь опять же возникает вот та самая на ну здесь нет здесь не возникает на рапами на понятие здесь они возникают подмено понять это же чем тут проблема состоит что делать то что субъект и объекты это совершенно разные сущности и субъект никогда не может стать объекта по определению на под определение субъект всегда есть то что направлено на объекты, и они, и субъекты. То есть, если среди объектов возникает нечто, которое предлагает себя как субъект, он, тем не менее, является просто одним из объектов. А субъект как оставался на этой стороне, так он и остается. Потому что, если... Вот эту картинку можно перерисовать тем способом, что, допустим, среди прочих объектов нашелся такой я-объект. И вообще речь идет о том, что я как субъект направлено на я-объект. То есть, нашли мы такой объект среди прочих. То ведь это не означает, что этот я-объект является я. Я как оставалось на этой стороне, как живое я, да, вот как бы, если можно так выразиться, как оно оставалось на этой стороне, так оно и будет продолжать на этой стороне оставаться. Просто, как бы, оно будет себя понимать через этот я-объект. Но оно никогда не станет этим я-объектом. Потому что я-объект, это просто один из объектов, а я как субъект, он всегда будет оставаться на этой стороне. А этому именно невозможно. Самосознание в том смысле, как оно понимается Вот такое движение, как схватывание самого себя Как вот то, что я рисовал, вот такая рекуренция Вот такое понимание самосознания, оно невозможно Самосознание, оно всегда просто есть знание себя через этот я-объект Иначе говоря, субъект живой накапливает опыт о себе И складывает его в такую кладовую, которая называется я-объект Вот здесь весь опыт он его складывает, запоминает Никак себя он схватить не может Нет ни такого опыта, где он себя схватывает А тот опыт, который мы называем я-опытом Да, вот я-опыт Который есть проживание самого себя, проживание времени, проживание бытия и прочее Это есть не что иное, как просто проживание Вот я направленное как бы на себя Там не направлено, а я проживает себя Это если мы все-таки рассуждаем в теме сознания То получается у нас такая картина Вот есть сознание Оно стоит во внутреннем времени Поскольку нечто фиксированное, все другое двигается Я представляет собой вот такой мост между сознанием и переживанием Потому что я как бы делится внутри себя На я переживающее, я сознающее То есть на сознание и переживание И опыт проживания, внутреннего проживания времени Он представляет собой просто вот такую картину Там как бы нет никакого схватывания А это просто некоторый внутренний опыт Когда нечто одно фиксировано во времени Во времени я имею в виду внутреннее время Но это вот некая метафора Это тоже требует отдельных пояснений Это требует еще посмотреть другие семинары наши Другие доклады Здесь просто невозможно все рассказать Просто для того, чтобы это пояснить Еще требуется много что рассказать Будем считать, что предыдущие доклады прослушаны Как бы и смысл того, что вот я говорю Когда я говорю о вот этом опыте О я-опыте Это вот и называется Я называю я-опыт Это вообще говоря Оснополагающий опыт Классической философии вообще Вся классическая философия построена на вот этом я-опыте Потому что все остальные развлечения Они основаны вот на том, что вот этот я-опыт есть И в целом получается, что все Здесь И здесь возникает та же самая ошибка подмена понятия Когда мы выдаем за субъект нечто, взятое как объект То есть мы как субъекты всегда остаемся на стороне субъектов Мы никогда не переходим в разряд объекта Потому что мы нечто живое, да, и мы не можем туда перейти Мы как остаемся живыми свидетелями, да, вот как вот про свидетельство можно говорить, да Мы можем свидетельствовать самого себя Но все равно свидетель всегда остается свидетель Он не может как бы перейти в разряд этого Того, о ком свидетельствует И даже если он свидетельствует о себе То он все равно есть тот, кто свидетельствует, да Свидетельство продолжается И вот получается, на самом деле, что философия В античные времена Вот связана вот с этой рекуренцией Единого единого. То есть, это как бы логическая ошибка. Потом, с рекуренцией бытия связана... Это античность. С рекуренцией бытия связана... Ну, это у нас средние века. Ну, и классическая философия связана с рекуренцией субъекта или я. Это у нас новая философия. Новое время. То есть, везде возникает одно и то же стремление найти некую рекуррентную сущность. Вообще говоря, как я уже говорил, эта рекуррентная сущность, вот эта рекуррентная сущность, она есть я-опыт. И классическая философия, философия нового времени, она и стремилась попытаться осмыслить этот я-опыт. Это началось с Декарта, как бы, да, и, собственно, как бы, разветвилась и дальше. Ну, и здесь надо понимать, на самом деле, что все эти три рекуренции, на самом деле, представляют собой, естественно, одну и ту же рекуренцию. Именно, вот я, как я говорю, я-опыт, да, вот эти все три, они подобны. И представляют собой одно и то же. Есть некая, конечно, сумбурность в моем изложении, сути вопроса, потому что я сам до этого недавно дошел, как бы, да, у меня еще нету ясного, ну, как бы, то, что называется, отчетливо ясного представления, как надо его излагать. Да, и вот я излагаю в тех словах, о которых я сам додумался. Ну, как, понятно, что для того, чтобы вопрос был изложен, ну, скажем, для других, да, требуется все-таки перейти на какие-то более удобоваримые термины, да, как бы, додуматься, иначе говоря, проговорить в тех словах, которые были понятны другому. Вот, я думаю, что эта тема, на самом деле, настолько глобальна, что мне удастся, там, ну, я буду стремиться к этому, да, проговорить эту тему в более приемлемых терминах. Я буду стараться довести эту тему до совершенной ясности и отчетливости, потому что, вот, возникает, как бы, две фундаментальные темы, как я считаю, там, современной философии. Вот, первая тема, это, вот, тема выяснения отношения с предшествующей традицией, да, и вот, и выяснение отношений, оно связано вот с этой рекурренцией, да, или рефлексией. И, собственно, как бы, вся предшествующая философия классическая, получается, не только нового времени, но и отечественности, она, вот, основывается вот на этой рекурренции. Это первый вопрос, да. Второй вопрос, вот, связан с тем, что, и я, как бы, вот, один из докладов посвятил этому вопросу, доклад назывался «Антипарменит. Регионирование бытия», да, где я показал на примере философии Хадегера, что, вот, грядет новая философия, в котором бытие будет не одно, а будет несколько, каждый регион мира, да, мир стал у нас региональным, да, как бы, мир развился на множество культур, множество регионов бытия, даже вот в физике, да, как бы, существует множество, там, четыре существует фундаментальных взаимодействий, и все они регионированы, не удается их объединить в единую теорию. То есть, на самом деле, куда ни посмотри, как бы, и внутри отдельных дисциплин, и, как бы, и в представлении о мире в целом, у нас возникает многообразие и регионирование, да. И вот возникает, как бы, в связи с этим представление о том, что в каждом регионе свое понимание бытия. Ну, я этот вопрос объяснял в этом докладе, как бы, предлагаю его просто посмотреть. Просто это вторая фундаментальная проблема, которую, я считаю, в некотором отношении является чем-то новым, если так можно сказать, там, в современной философии. Потому что регионируемое бытие связано с философией Категера, а вот то, что я здесь рассказываю, ну, я не знаю, мне показалось, что это, ну, тоже существенное усмотрение, да. И оно тоже, как бы, указывает некоторое место тому, что представляет собой философия, что, собственно, философия осмысляет, в чем состоит предмет философии, да. Спасибо.